вот такой друзья пульс только проснулся делает мне преступники 98 ведь как на глазах он снижается вот опять повышается на самом деле мне все лето было 57 62 то есть идет прессинг после выпуска видео сейчас не успела проснуться с утра сыпется угрозы требуют меня все это удалить доброе утро дорогие друзья я думал что бывают времена подлее что я уже испытал все за эти годы нет оказывается есть куда опускаться после выпуска видео преступники заблокировали жизнь мою жизнь в съемной квартире мало того что они заблокировали ее моей собственной московской квартире в частных домах где проживал теперь и на съемной квартире значит как это работает мало того что вы заходите в квартиру она вся разогрета как микроволновки вы получаете урон как электронные прикосновения десятки десятки сотни раз волны обволакивают ваши суставы стесывают постепенно мою плоть лицо ноги плечи в зонах значит где ванная комната где раковины на кухне где плита мойка где кухонный гарнитур в общем установлен постоянная зона нагрева и даже в туалете вот первый раз за 8 лет вы представляете я захожу в туалет а там пол как раскаленный противень слышен звук работающего генератора гул но это не значит что он установлен у соседей просто аппарат на с помощью радара или вышек блокируются вот эти вот зоны подается вот это квч частота то есть не заблокировали ванну заблокировали туалет заблокировали кухню когда я даже в таких условиях пытаюсь приготовить себе поесть идет удушение удавка идут всякие удары и толчки чтобы не мог проглатывать идут воздействие на мозг который виды изменяет вкусовые как бы восприятия при этом великовозрастные мудилы орут не если бы не люди вокруг мы бы давно бы тебя уже избавились то есть не считаются не соседями не с пенсионерами вокруг не с людьми которые живут главное оставить человека замолчать достичь своей цели вот так делают людей бомжами так черные риэлторы пользуются их услугами чтобы выжить людей из своих квартир вот так устраняют конкурентов и заставляют замолчать неугодных граждан уже они хотят хотят они разрушить мой организм до такой степени что где-нибудь при походе в магазин или когда я буду ехать на велосипеде я просто свалился замертво вот никто естественно расследовать не будет но умер умер тем более где он проживает и где с ним случилось кто в это поверит причины вот этой активности мало того что вот первая часть который выпустил вторая часть ролика где будут новые персонажи новые лица которых я собирался рассказать но естественно им это не нужно но так как меня продолжает преследовать не отпускают я опасаюсь свою жизнь ничего другого мне не остается как придавать это огласки и выпускать ролики находятся они где-то в офисе так как в 6 часов они заканчивают работу ходят на обед и имеют сотрудники которые этим занимаются которые вас ведут похоже это что-то на роспотребнадзор только вот им разрешили вот так вот наказывать и блокировать людей да то есть где-то вот это вот находится с улип их оля офис чего к откуда они занимаются вот этим вот правда как вот в фильме враг государства я еще хотел снять небольшой ролик о том как не блокировали устройство блокировали youtube пытались взломать канал пытались заблокировать канал вот я делал скриншот с всего этого фотографировал это же как бы об этом расскажу организовано это все по типу игрищ для молодежи там есть старшие кураторы вот эти самые великовозрастные дядьки молодежи беспрекословно слушается чтобы задействовать ваших соседей в разных местах проживания они в моем случае например они говорят что это бездельник который не работает жил жил за счет матери довел свою мать до смерти вот мы хотим просто его устроить на работу и чтобы он жил нормальной жизнью но они не рассказывают этим людям с помощью каких способов это делается аппаратно с помощью пыток с помощью причинения тяжкого вреда здоровью иногда это приводит к суициду других случаях приводит к инвалидности либо к смерти таких случаев тысячи и тысячи по всей стране то есть работает государственная программа не знаю правда или нет вот они мне в эфир говорили что у нас 58 тысяч человек таких как ты по всей стране которых мы должны наша задача вернуть вас к нормальной жизни да у нас и так была нормальная жизнь как бы без вас без вашего вмешательства у меня была и работа и бизнес и друзья и все было нормально пока вы не начали устраивать свои игрища ну он один семьи нет его не жалко подопытные я уже рассказывал как они это делают в предыдущих роликах придумываются каждый раз новые легенды для оправдания своих действий то он террорист то он бомж что он безработный то он наркоман вот я сейчас начал ездить собирать грибы вот последний месяц да и они воспользовавшись этим вот иссушают мой организм и говорит да это грибной наркоман он мухомора жрет знаете последние три дня тут прям появились такие знамения во первых у меня висит огромная кровавая луна по ночам просто кровавая такое футуристическое зрелище огромные поля леса все в тумане вот и кровавая зарево просто от этой луны когда было звездное небо надо мной пролетал не теряя метеорит просто как комета огненный такой хвост который вот долго 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 летел у меня над головой секунд 30 наверно и за ним был такой пламенный прям след он прилетал над полем над лесом потом его прям можно было наблюдать это не просто какой-то там метеор до который раз и сгорел там сверкнул нет это вот комет потом нашествие насекомых я уже живу здесь уже середины мая количество кровососущих увеличилась в сотни раз есть просто огромное количество слепней комаров всех видов это просто невозможно остановиться на месте тебя все это облепляет жаль это кусает так вот друзья по-моему это знаки по-моему это предназначение чего-то не очень для них хорошего свободные люди со свободным мышлением не сдаются и никакие частотные оковы нас не сдержит никакие ваши программы вам не помогут и мы обязательно избавимся от паразитов будем жить долго и счастливо